15 июля в Новом Рингое состоялось очередное судебное заседание по делу Алексея Степанова. Напомню, мужчина гастролировал по регионам страны, собирая деньги на якобы больных детей. Циркового артиста обвиняют в мошенничестве, но сам он себя виновным не считает, о чем и рассказал моей коллеге до очередного судебного заседания. Поведал он свою версию этой истории, отведя главную роль Андрею Малахову, ведущему ток-шоу «Прямой эфир». Если бы я был виновным, как минимум, я бы сюда не ездил и не тратил каждую поездку в среднем от 30 до 70 тысяч рублей, заработав якобы на людях вашего города и города Ноябрьска. Виновным себя не считают, и этой позиции придерживается строго, как и линия защиты. Алексей Степанов – персона неоднозначная. Такой вывод, казалось бы, напрашивается сам после проведенного интервью. Цирковой артист сначала признается, что благотворительный фонд сам использовал его фото без ведома. Когда в наглую этот благотворительный фонд приехал в город Ноябрьск и начал развешивать вот эти вот всякие афиши, и все остальное ссылаясь на мое имя, моему пределу пришел конец. На тот момент я работал, если люди, которые живут в ваших городах, вспомнят, с цирком. А потом в этом же интервью жонглируют другими деталями. Вы же, получается, все-таки присутствовали в автобусах и собирали деньги на детей? Вы лично меня в автобусах видели? Лично я нет, но пассажиры фотографировали. В городе Ноябрьске я зашел в автобус. Какая-то тетенька прочитала, кондуктор, что якобы там и так далее и тому подобное. Начала кричать и в конечном итоге потом к этому видео, где я стою без папки, без ничего и так далее и тому подобное. Начала писать всякую чушь, подогревая интерес благотворительного фонда. Социальные эксперименты, задуманный Андреем Малаховым, это официальная версия гастролера Степанова. По задумке он должен был ходить по общественным транспортам и собирать деньги на лечение детей. Мне платят деньги, то есть федеральный канал, за то, чтобы я и себя оговаривал, и показывал, как это все в России происходит, как это все делается, как на этом зарабатывают миллиарды. Но потом что-то пошло не так. Малахов от эксперимента отказался и вместе со всеми приравнял собирающего на нужды детей мужчину к аферистам. А Степанов с поставленными задачами справился. Себя, говорил, внушительные суммы собрал. Об этом рассказал он сам. На вопрос, сколько заплатило ему руководство федерального канала за участие в социальном эксперименте, не ответил. Но сказал, что достаточно и признался, что еще появится в эфирах ток-шоу. На данный момент, еще раз повторяю, у меня есть соглашение с телеканалом «Россия-1» в Москве. Там уже сняты еще три программы. В конечном итоге еще где-то две, наверное, будут сниматься. Алексея Степанова в свое время не раз разоблачали в мошенничестве. Он собирал деньги на дорогостоящие операции для больных детей, которых на самом деле не было. Его видели в Челябинской области, задерживали в Чечне, судили в Новосибирске. Степанов также наследил в Курске, Южно-Сахалинске, во Владивостоке, на Ямале и в Хмау. Выступая в московской студии, Степанов признался, что на протяжении последних лет он действительно обманывал доверчивых россиян. Но, как отметил сам же, делал он это исключительно с благородной целью – выручку отдавал в детские дома. Точка в этом деле еще не поставлена. Следующее заседание по делу о мошенничестве состоится в четверг, 16 июля.